Этой весной окна открыты практически в каждой квартире. Простое желание впустить в квартиру свежий весенний воздух может обернуться настоящей трагедией. Выглянуть не возвращается ли из магазина мама, не гуляют ли друзья во дворе, да просто понаблюдать за воробьём. Падения детей из окон, как правило, случаются, когда дети остаются без присмотра. Очень часто трагедии способствуют москитные сетки. Дети легко принимают москитную сетку за опору и опираются на неё. Крепления, на которых держится москитная сетка, из тонкого пластика. Не выдержит даже лёгкого надавливания. Чтобы избежать трагедии, стоит взять за правило проветривать только в откидном режиме. Обязательно установите на окна блокираторы. Например, вот такая ручка с ключом помогает блокировать открывание оконной створки как в закрытом положении, так и в режиме проветривания. Такие ручки можно закрепить уже на установленные окна. Работают очень легко. Ключ закрывается и хранится в недоступном от ребёнка месте. Даже если на ваших окнах и сейчас нет ограничителей и фиксаторов, их можно установить. Подобрать систему защиты можно практически для любого окна. Чтобы защитить ребёнка от падения, установите правило. Не разрешайте ребёнку играть и сидеть на подоконнике. Также под запретом и самостоятельное пребывание на балконе. С помощью стула, пуфа, кресла или тумбы малыш спокойно может забраться на подоконник. Поэтому всю мебель уберите подальше от окон. Обязательно говорите с ребёнком об опасности окон. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра в комнате с открытым окном. Не отлучайтесь ни на минуту, даже чтобы налить себе чай. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы случилось непоправимое. Ведь лучший способ защиты – бдительность взрослых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова